Молодые семьи Барнаула, являясь участниками государственной жилищной программы, не могут потратить деньги на покупку далёвок. Об этом пишет Политсибру. Одна из барнаульских семей несколько лет ожидала получения сертификата, чтобы наконец приобрести квартиру большей площади. Выбор пал на новостройку, но выяснилось, купить её невозможно. Администрация края поставила обязательное условие в наличии у компании счетов Eskrow, хотя обязательными они станут лишь с 1 июля. Сейчас в барнауле только две строительные фермы открыли счета, но их дома располагаются в неудобных для семьи районах. Портал Толк создал карту отключения горячей воды в Барнауле. Оно начинается уже в мае. Первыми под отключение попадут жители, которых обслуживает ТЭЦ-3. С 13 по 22 мая энергетики СГК проведут гидравлические испытания теплосетей по данному контуру, а с 23 мая приступят к их ремонту, который продлится до 5 июня. А с середины месяца испытания пройдут в кондуре ТЭЦ-3. Каких улиц и районов коснется отключение и когда это произойдет, вы можете посмотреть на карте. Нагорный парк реставрируют к концу апреля, пишет Комсомольская правда на Алтае. После зимы внешний вид парка заметно ухудшился, перила покрылись ржавчиной, в некоторых местах треснула или вообще отошла плитка. Недавно Нагорный парк посетил глава города Сергей Дугин. Он отметил, что в целом набережная в хорошем состоянии, но ремонт нужен. С установлением теплой погоды на металлическое ограждение будет нанесено полимерное покрытие, деформированные участки плитки восстановят и приведут в соответствие. К концу апреля обещают закончить. Турнир по спортивной пощечине пройдет в Барнауле. В воскресенье в крае выберут сильнейшего человека, пишут журналисты московского комсомольца на Алтае. Спортсмены со всей России, 13 мужчин и 7 женщин, будут состязаться в жиме штанги лежа. Приедет даже действующий обладатель пояса самого сильного человека страны Виктор Найденов из Москвы. Примечательно, что на этом турнире впервые в Барнауле люди по очереди будут бить открытой ладонью друг друга по щеке. И это оказывается тоже спорт.